Здравствуйте, дорогие друзья! У нас девятый выпуск наших бесед по истории романовской России с нашим историком Игорем Фещенко. Мы продолжаем. Игорь, 1855 год. На этой дате мы закончили последнюю беседу. Это дата, год смерти императора Николая Второго. Николая Первого. Николая Первого. Николая Павловича. Крымская война еще идет. Что дальше? Да, император Николай Павлович умирает в самый разгар Крымской войны, не дожив до ее окончания. А развивалась она для России, увы, не по благоприятному сценарию. Что, собственно говоря, послужило и одной из причин, так сказать, его недуга Николая Первого. Он, конечно же, все понимал, конечно, видя то, что происходит. И вот это определенное бессилие. Нечем было противостоять таким сильным державам. Может быть, с Турцией, конечно, если бы она только одна противостояла Российской империи, может быть, мы бы, конечно, исправились. Но сильная поддержка Великобритании и Франции и высадка их десанта, увы, в то время не оставляла шансов для Российской империи на победоносное завершение Крымской войны. Война завершилась в 1856 году. Уже при следующем императоре, старшем сыне Николая Павловича Первого, это император Александр Второй, который зашел на Российский престол в 1856 году. Он и завершил Крымскую войну. Чем она завершилась? К счастью, благодаря, если не военным успехам, то дипломатическим усилиям, сильных таких каких-то потерь, особенно территориальных, их вообще не произошло. Россия не потеряла никаких территорий, но, тем не менее, по военному, политическому престижу Российской империи был нанесен сильнейший удар. Но и также в результате подписания мирного договора мы лишились права иметь торговый и, конечно, военный флот в Черном море, что сильно урезало экономический, прежде всего, потенциал, но потом, конечно же, и военный потенциал Российской империи в Южном регионе. Вот так завершились события Крымской войны, продолжавшиеся три года, с 1853 по 1856 годы. Дальше последует при молодом императоре Александре Втором целая серия реформ, внутренних реформ Российской империи. Были, обсуждались все вот эти вот моменты, связанные с Крымской войной. Почему, как Россия проиграла эту войну, что на это повлияло, и, соответственно, из этого были сделаны определенные выводы, и уже решено государственный аппарат, и Александр Второй было принято решение о проведении широкомасштабных реформ. Прежде всего, конечно, это были военные реформы. Какие они были? Немножко нужно остановиться на этом моменте. Помним, что со времен Петра Первого основной набор в армии это был рекрутский. То есть, с одной сотни крестьян крепостных забирали одного и служили, ну, при Петре служили пожизненно, а чуть позже служили 25 лет. Вот такое положение вещей было отменено, и была введена всеобщая воинская повинность. То есть, служить должен был каждый здоровый мужчина в возрасте, если я не ошибаюсь, от 20 лет тогда, и служба продолжалась в течение 5 или 7 лет, в зависимости от сухопутных частей или флота. Но, естественно, обсуждались вопросы технического оснащения армии. Я говорил в прошлой нашей беседе о том, что слабо было оснащено старым оружием, и слабая артиллерия была, она устаревшая. И стрелковое оружие было устаревшее, что тоже послужило таким серьезнейшим пробелом нашим проигрышем во время Крымской войны. То же самое начались, были приняты решения, и началось техническое переоснащение нашей армии. Оружия требовалось много, естественно, армия увеличилась в связи с всеобщей воинской повинностью. Но еще хочу подчеркнуть, что сразу, вот, конечно, моментально это сделать было не в силах даже для такой экономически, ну, сильной, скажем так, страны, как Российская империя. Ну и стоит сказать, что Александр II вошел в историографию, нашу отечественную историографию с приставкой «Освободитель». Здесь в его царствовании произошло два таких существенных события. Ну, первое, это имеет отношение как раз непосредственно к тем внутренним реформам, которые проводились при Александре II, наверное, самое знаменитое, это отмена крепостного права в России. Напомню, что крепостное право существовало с середины 17-го столетия, было утверждено на соборном уложении 1649 года, закреплено и несколько веков продолжало существовать, как в качестве такого одного из основных законов. Сначала Московского царства, а потом перешло и в Российскую империю. Конечно, реалии второй половины XIX века заставляли все это отменить, и уже нужно было двигаться семимильными шагами все-таки в капитализм. А эпоха феодализма у нас продолжалась в нашей стране, будем говорить прямо, ну, тысячу лет. Феодализм начался с возникновения государства российского в 862 году, основания, и продолжался вот до 1861 года, эпоха феодализма. А дальше уже, конечно, мы вступили полноценный или неполноценный, это уже вопрос остается открытый. Но капитализм в связи с освобождением крестьян появились свободные руки, дающие широкий простор для различной предпринимательской деятельности только в 1861 году. Ну и следует, конечно, для наших зрителей сказать, что при всей вот этой вот масштабной реформе, всех этих отменах различных феодальных, отменной феодальных повинностей различных, увы, большинство крепостных крестьян, которые составляли и большинство нашей страны, увы, полноценными гражданами империи не стали. Землю также они не получили, земля осталась за помещиками. Поэтому реформа, по большому счету, хоть она и такая известная, положительная, но не дала тех результатов, которые, в общем, должна была бы дать уже в реалиях второй половины 19-го столетия. Ну а о реформах еще можно сказать, что была проведена судебная реформа при Александре II. Это что касается российского судопроизводства, где суд стал таким состязательным процессом. Чего я подчеркну, что тогда еще вот в тех, в том масштабе, в котором его реформировали именно в то время, даже в Европе такого не было, что настолько было наделено различными правами, настолько можно было, человек подсудимый мог защищаться. На том, что с одной стороны обвинял прокурора, а защищал подсудимого адвоката. Вот такое вот доселе, такое, конечно, в России не практиковалось. И это касалось абсолютно всех слоев граждан. Да, такое было, такое право дали реформы Александра II. Это первый момент, за который вот сей государь получил приставку Александр II освободитель. Ну а внешнеполитический курс, вторая, скажем так, вот этот момент, связанный с освободителем, это, конечно, внешнеполитический курс Александра II и его правительства, во главе которого стоял известный и последний канцлер Российской империи, фамилия Горчаков, который оставался главой внешнеполитического ведомства все царствование Александра II. А внешнеполитический курс был направлен на расширение границ Российской империи, присоединение новых территорий к Российской империи и вообще влияние в Европе государства российского. Вот такие стояли задачи. И, конечно, здесь следует отметить следующий момент. Я уже говорил, что еще при Николае I было принято такие решения о том, что Россия всегда покровительствовала православным народам, нашим братьям-славянам, в частности, которые проживали на Балканах. Сербы, хорваты, черногорцы, болгары, они находились тогда под властью Османской империи. И, в общем, там довольно, Османская империя довольно жестоко обращалась с этими народами. И, безусловно, во второй половине XIX столетия, ну, такое положение вещей было неприемлемым. Что касается вообще Османской империи, то в отношении вообще к политическим и военным, это было не сильное государство, не обладавшее какой-то сильной военной мощью, которая когда-то на заре в XVI веке обладала эта могущественная империя. И, увы, с каждым веком, начиная от XV, это государство слабело. И, так или иначе, какой-то такой передовой мощью она, в том числе и военной, не обладала. Но, но, всегда это государство, практически на протяжении всей истории, подпитывали, поддерживали всегда, ну, в первую очередь, конечно, это англичане. Это Британская империя. Не потому, что она симпатизировала там различным каким-то курсом этого государства, а потому, что это государство всегда было врагом России. Вот поэтому, собственно говоря, из этого складывался и внешнеполитический курс Великобритании. Так происходило и в XIX столетии. Помогали, прежде всего, оружием, передовым, надо сказать, оружием. Поэтому, вот, того, чтобы с политической сцены сошло это государство, которое там еле-еле держалось на ногах, вот Великобритания, ну и Франция, скажем так, тоже были не заинтересованы. Потому, что это такой основной и серьезный враг России. И события развивались следующим образом. 1877 год, после подавления и, скажем так, очень жестокого подавления, восстания на Балканах, в частности, Сербия, а различные восстания против действий османов на Балканах, они были практически бесконечно возникали. То есть, эти народы, безусловно, не сидели просто так, сложа руки, возникали очаги восстания, вооруженную борьбу там вели. Но сил, конечно, у сербов и других народов, населяющих Балканский полуостров, вот так вот противостоять в открытую Османской империи, хоть и ослабевшей, увы, не было. И после вот этого жестокого подавления, вот общественные круги в России, очень взволнованные, скажем так, вот этими всеми событиями, те подробности, которые приходили с Балкан в Россию, то, что слышали, какие жестокости турки творили в этом регионе, вызвали такой общественный резонанс, что, в общем и целом, инициатором, инициатором разрыва дипломатических отношений и вступления в войну с Османской империей выступило не правительство во главе с государем-императором, а общественность потребовало, и к этому подключилась еще русская православная церковь, которая, в общем и целом, вот, настаивала на позиции какого-то силового вмешательства для того, что, вот, говорили, ну, дальше такое положение вещей оставаться не может. И в 1877 году Россия объявляет Турции войну и уже вот под таким девизом, мотивом, что это освободить народы Балкан от турецкого ига. Вот такая вот война. Ну, что касается немножко таких сил, участников боевых действий, значит, турецкая армия составляла примерно 200 тысяч солдат, довольно значительные силы, которым противостояла 150-тысячная российская армия. Российская армия выдвинулась тогда из молдавского Кишинева уже на Балканы и там вступила вот непосредственно в эти боевые действия. Хочу сказать, что несмотря даже вот на все реформы, конечно, несмотря на все реформы, в частности, и военную, конечно, переоснащение нашей армии, вот, как бы нам не хотелось, но турецкая армия была лучше оснащена. Обладала на тот момент самым передовым оружием. Да, может быть, конечно, там боевой дух, стратегии и тактика устарели, но оружие благодаря англичанам было самое передовое на тот момент. Поэтому, соответственно, конечно, ну, такая многочисляя армия все-таки составляла серьезную военную силу. Мы были в отношении оснащения послабее, но моральный дух русских солдат, их мужество и вообще желание помочь своим братьям славянам православным тоже делали свое дело. Надо сказать, отметить еще в техническом отношении немножко лучше было в нашей армии, если не с передовым стрелковым оружием непосредственно, но с артиллерией все-таки мы... Она была вполне современной по тому времени. Уже убрали из нашей армии все-таки те пушки, которые все-таки заряжались с дула и стреляли ядрами. Стреляли все-таки с казенной части, и это было, конечно, большим-большим, конечно, плюсом. Но, надо сказать, как я и говорил, вот в одночасье вот просто у Российской империи не хватало средств на такие вот широкомасштабные переоснащения все-таки. Тем не менее, тем не менее, в результате жестоких боев война продолжалась с 1877 по 78-й годы, чуть-чуть больше года, и, собственно говоря, все-таки турецкая армия была на голову разбита. Были взяты различные города-крепости и на территории Болгарии, на территории Сербии. Эти народы встречали русскую армию как своих братьев и как своих освободителей. То есть радость такая была всеобщая. Естественно, оказывали сопротивление только турецкие части. Ну и совсем немного нам оставалось до того момента, когда, в принципе, мы могли, русская армия, взять Константинополь, столицу тогда Османской империи. То есть мы подошли уже вплотную практически к этому городу и готовы были его штурмовать, как когда-то турки штурмовали столицу Византии в 1453 году. Но здесь происходит опять момент вмешательства иностранных государств. Конечно, Великобритания и Франция не хотели столь сильного усиления России, да еще и со взятием Константинополя, скорее всего, с политической карты Турции или Османской империи просто исчезли бы. Но здесь уже в ход пошли дипломатические переговоры. В новой войне с Великобританией и Францией Россия была совершенно не заинтересована. И в 1878 году мы заключаем мирный договор, Сан-Стефанский мирный договор, по которому Румыния, Сербия, Черногория и фактически вся Болгария, они получают независимость. Все-таки, все-таки такая основная цель войны, в которой мы положили около 20 тысяч жизней наших солдат, она была достигнута. И эти народы все-таки стали независимыми, получили. И Болгария вообще получила свою государственность как таковую, ну, можно сказать, вот из рук русского царя, из рук нашего государства она обрела свою государственность в то время. А Черное море? А Черное море, безусловно, мы получили вновь право иметь и торговый, и военный флот. Конечно же. Это самое главное. Это, да, тоже одно из самых главных таких. Но, скажем так, были и определенные минусы. Надо сказать, знаете, наверное, Александр об этом не пишут в учебниках истории, но сказать об этом стоит. Вот эти государства, вновь появившиеся на политической карте, они, среди них не было какого-то такого единства и договоренности, несмотря что это славяне, несмотря на то, что православные, я имею в виду Сербия, Черногория, Болгария. Вот после, вроде бы мы сделали хорошее дело, вроде бы стали они независимы, но, тем не менее, определенные линии границ после этого договора провести пришлось. Какие-то разграничительные линии. И эти государства остались недовольными проведением подобных границ. Вот у них, безусловно, и такое положение вещей, даже вот, можно сказать, ну, затмило разум, какое-то общественное сознание в этих государствах, людей, общественности, что они, наконец-то, стали свободными, но не понравилось, как провели вот эти вот границы. Увы, конечно, это стало огромным минусом. В частности, о том, что Сербия и Черногория было недовольны, что Боснию и Герцеговину в то время присоединили к Австро-Венгрии. Что, в последующем, вот этот клубок противоречий привел к одному из поводов, конечно же, Первой мировой войны. А заложилось это в 1878 году в результате вот этого Сан-Стефанского договора и секретного к нему соглашения, так называемого Берлинского трактата. А кто в нем принимал участие в заключении этого договора? В заключении договора, безусловно, основными сторонами были Российская империя и Турция, но также участвовали и Великобритания, Австро-Венгрия и Франция. То же самое. Которые были серьезными политическими игроками тогда в Европе и без их участия, без их договоров не могли быть подписания столь важных документов. Они тоже имели свои интересы. Но они не принимали участие в боевых действиях? Нет, конечно, Александр. Нет, 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 они не принимали. Но оказывали так или иначе вот такое вот политическое давление. И Александр Второй вынужден был все-таки согласиться на это. Ну, в общем, спустя 20 лет мы восстановили статус-кво. Да, некое такое. Да, после Крымской войны престиж Российской империи тогда просто взлетел до небес. И политические, военные, мы показали, что мы все-таки сильное государство. То есть поняли, что надо заниматься военно-промышленным комплексом, армией. Конечно, Александр. Да, да. Что отсталось все-таки надо преодолевать, реформировать и идти в ногу со временем. Это было выяснено. Следующие такие менее значимые моменты во внешнеполитическом курсе Российской империи это в царствование Александра Второго следует отметить это завершение очень долгой Кавказской войны, которая продолжалась с 1817 по 1864 годы. В результате этой войны Кавказ был, в общем, покорен и присоединен. Все вот эти вот горцы, горские племена, населяющие Кавказ, они были, так сказать, приведены к миру, к мирному состоянию, к мирной жизни, перестали открыто враждовать, открыто досаждать государству российскому и народу русскому, населяющему эти территории, и полностью вошли в состав Российской империи. Напомню, что в 1864 году был пленен лидер, многолетний лидер кавказских горцев, это имам Шамиль, взяли его в плен в высокогорном ауле Гуниб, и уже он был привезен в центральную Россию. Здесь привели его к присяге Александру Второму непосредственно. Александр Второй, в общем, достаточно благожелательно к нему отнесся, к его семейству, скажем так, и, ну, каким-то узником таким вот полноценным этот человек не был. Все-таки больше уже такая идеология, идеологическая линия о том, что все-таки Россия, придя на новые территории, несет мир, несет помощь этим народам в устройстве мирной жизни. Вот такая политика, такая идеология насаждалась на вновь вот этих вот присоединенных территориях. И следующий момент, при Александре Втором были присоединены, были сделаны территориальные приобретения и еще в Средней Азии. В частности, Бухарское ханство, Хивинское ханство, то же самое, и часть тогдашнего, тогда это называлось Туркестан, вот части этих территорий, они были тоже присоединены. Но здесь следует сказать, вот, что здесь мы тоже сталкивались с таким серьезным противником, как Великобритания, имевшим в этом регионе, ну, очень серьезное и давнее влияние. В частности, все эти территории ограничены с государством Афганистан, а Афганистан долгие, можно сказать, даже века, но Великобритания считала, можно сказать, своей вотчиной такой, где она закрепилась очень давно и оказывала серьезное влияние в этом регионе. Поэтому, собственно говоря, ну, говорит, что Великобритания далеко не друг России. И в те времена была, поэтому вот столкновение интересов, а особенно вот в этом среднеазиатском регионе, оно было достаточно существенно. Ну, несмотря на это, все равно вот такие территориальные приобретения были сделаны. Вот такой вот внешнеполитический курс, такие достижения, они были при Александре Втором. Да, еще один момент, о котором мы хотели как раз поговорить, это 1867 год, это продажа Аляски при Александре Втором. Скажу, что история этого вопроса, такого конкретного вопроса продажи Соединенным Штатам Америки, этого региона Аляски, она началась еще в эпоху Николая Первого, а именно в 1853 году губернатор Сибири Муравьев Амурский, вот он предложил продать Соединенным Штатам, первый высказал такое предложение продать Соединенным Штатам этот регион, но в связи с его такой экономической бесполезностью, как это было обосновано, потому что далекий регион, флот держать там из-за того, что низкие температуры и происходит там, естественно, замерзание глубокое, держать невозможно, как-то развивать этот регион удаленный тоже не получалось. Ну, тогда в связи с событиями Крымской войны этот вопрос был оставлен, а в 1867 году он вновь поднят этот вопрос. И все-таки сложно сказать отношение Александра Второго, вот непосредственно его мнение, но есть такое мнение о том, что на него сильное давление оказали великие князья, его братья на то, что они считали, что действительно это надо продать, а вырученные деньги вложить в экономику империи. И в 1867 году Аляска была продана Соединенным Штатам, в Вашингтоне был подписан соответствующий договор, Аляска была продана за 7,2 миллиона долларов. Что? Чтобы пояснить нашим зрителям, что это за деньги, интересный, конечно, вопрос. Ну, это большие деньги, конечно, если так вот глобально сказать, это деньги очень-очень большие. Но, но, для сравнения, значит, за более крупные суммы, за гораздо большие, в то время продавались здания в центре Нью-Йорка. То есть, ну, нынешнее мнение там нынешних историков, экономистов, все-таки сводится к тому, что, говоря простым языком, мы продешевили здорово все-таки. Можно было, конечно, намного увеличить эту сумму, но тогда она, видимо, показалась достаточно значимой. Куда пошли эти деньги? Мы получили, вопреки всей там мифологии различной, о том, что мы этих денег не дождались, что какое-то золото там нам везли на кораблях, и они где-то там потонули. Это все миф, не имеющий под собой никакого серьезного обоснования. Деньги были получены и были потрачены на строительство железных дорог в России. Вот куда? На развитие сети железных дорог, что было в то время жизненно необходимым для развития, экономического развития страны, в частности, грузоперевозок, военном отношении всего этого. Да, деньги эти значительные было вливание. Так просто, конечно, Российской империи взять их было неоткуда, скажем так. А вот можно немножко назад вернуться, все-таки к Константинополю? Вы сказали, что мы чуть его не взяли. А как это было? Мы зашли на территорию Турции, мы пересекли море? Конечно, стояли на проливах Босфора и Берданеллы. Стояли, да, и наши войска, и готовые были. Мы как никогда вот именно в эту войну были близки к идее того, что, ну, сложно сказать, там, возрождение Византии в каких рамках, но присоединение Константинополя и контроля над проливами, которыми, ну, такая вот идея эта витала в воздухе с незапамятных времен. Вот в эту войну мы были близки и были готовы. И я думаю, что если бы не вот это политическое военное давление государств тогда, Великобритании и Франции, мы бы осуществили это. Просто мы испугались продолжению войны уже с другими противниками. Александр, сказать испугались, наверное, может быть, немножко неправильно будет сказано, но для России затягивание этой войны и вообще вот это вот все-таки в эту войну, это была не самоцель такая вот добиться. Все-таки первоочередной задачей было наведение такого порядка на Балканах все-таки. А в какой войне это должно было быть самоцелью? В Первой мировой. Вот тогда да. Это было. Мы должны были бы по результатам Первой мировой войны добиться присоединить Константинополь и взять под контроль проливы. Вот это была основная цель войны тогда. Увы, ну мы все знаем, что это закончилось, но это уже немножко дальнейшая история. Вот такие вот события в эпоху Александра Второго. Так определялся внешнеполитический курс, так вот он такими методами и такие события происходили в эпоху Александра Второго. 1881 год, Александр Второй, в общем-то еще полный сил, далеко не престарелый государь, погибает от рук организации народная воля в результате акта возмездия над ним. И несколько человек из вот этой вот организации революционно-террористической, которых было в ту эпоху достаточно много. Это, кстати говоря, тоже один из показателей таких, скажем так, ну неполноценных реформ. То есть общество ждало более глубоких, более осмысленных, вплоть до введения конституции в Российской империи. Что такое конституция? Конечно, царь должен был ограничить собственную власть. Увы, несмотря на все либеральные вот эти вот идеи, мысли, может быть они были и у самого Александра Николаевича Романова Второго, сложно сказать. Но до этого дела не дошло, все ограничилось некими, скажем так, полумерами. Естественно, возникли огромное количество недовольных, ну а из недовольных выделилось тоже множество людей, радикально очень настроенные, которые в эпоху Александра Второго начали так или иначе совершать террористические акты возмездия над российскими чиновниками, государственными людьми. И вот в один момент, в 1881 году группа таких заговорчиков осуществила этот акт, и в результате него Александр Второй погиб. Но следующим российским императором на российском престоле это Александр Третий. Он восходит на престол в 1884 году, я вот в рамке в 1881 погибает Александр Второй, но три года он, Александр Третий, управляет страной, я имею ввиду коронован, он был в 1884, поэтому говорят и правил до 1894 года, поэтому вот называют такое десятилетие его Александра Третьего. А почему так? Что так долго его не коронуют? Сначала это было вызвано всеми различными следственными действиями, а он все это возглавлял по вот этому акту, по смерти государя, насильственной смерти, и было не до коронации, было не до торжеств просто, и они продлились достаточно долго. Потом уже он вступил на российский престол. Кем приходится? Это старший сын Александра Второго. Старший сын. Так вот, знаете, Александр, как через весь XIX век такая вот цепочка, скажем так, проведена всех государей российских. Это Александр Первый, это либерал, носитель либеральных идей и некоторых реформ. Николай Павлович Первый, это царь-реакционер. Естественно, после декабрьского восстания другой внутренней политики, последовавшей за этим, и быть не могло. Александр Второй, царь-либерал со своими либеральными реформами, царь-освободитель, освободитель от крепостной неволи крестьян, будем говорить. Ну а после убийства, естественно, следующий царь Александр Третий, конечно, как бы реакционер. Почему? Ну потому что вот события вот этого акта народовольцев вынудили этого человека, естественно, выбрать внутреннюю политику борьбы со всеми революционными идеями и в общественном сознании подавление вообще всего революционного, скажем так. Ну, привело ли это к желаемому результату? Ну, вопрос остается открытый, если только что, будем говорить, немножко оттянуло. Но, несколько слов, если сказать вообще о личности нового императора Александра Третьего, знаете, несмотря на то, что если мы вот посмотрим на его прижизненные фотографии, которых много, достаточно такой крепкий он и был при жизни очень сильный человек, очень физически развитый человек, очень такой добродушный, я вот нисколько не преувеличиваю человек, который был не склонен к каким-то выяснениям отношений, к каким-то грубым словам и очень-очень такой мягкий по характеру, несмотря на свой внешний внушительный вид. Вот это я хочу подчеркнуть. Очень открытый и честный человек, вот как бы там ни было, как он глава государства, император, вот русский царь, ну, соответствующий статус должен был бы ему наделять некоторыми другими какими-то качествами, но вот он был вот таким вот человеком. Считается, как бы, ну, так негласно считается самым русским царем. Хотя мы с вами говорили, что русской крови в нем практически не было, это в XIX веке она начала уменьшаться в XVIII, а в XIX русская кровь у российских императоров практически исчезла. Конечно, это были по большей части немцы, будем так говорить. Но, тем не менее, вот такая открытость, честность, благожелательность не помешала ему крепко управлять российским государством. И, в частности, внешнеполитический курс, на внешнеполитический курс тоже серьезно оказали черты характера этого человека, как бы там ни было. Вот он некоторую, совсем, скажем так, другую политику повел, не такую, как вел его отец. И, в частности, Россия отказалась вообще от подписания каких-либо секретных соглашений, дополнительных актов, все, чтобы все было открыто, все было на виду, все докладывалось общественности, и никаких таких вот подковерных интриг внешнеполитических в его десятилетия, в его царствование вообще практически не было. А то, что он, вот эта его прямота такая, открытость, она, в общем, оказывала такой очень благоприятный эффект. Прежде всего, во внешней политике мы отказались от союзов с теми государствами, которые, ну, не раз уже предавали нас. И раз за разом, все-таки, заключая те или иные договора, надеясь на эти государства, в частности, Австро-Венгрия, Германия, тогда уже объединенная. Я напомню, что Германия из разрозненных различных княжеств и земель объединилась в результате франко-прусской войны, это начало 70-х годов 19-го столетия. В главе стоял из этих событий известный канцлер Бисмарк, оставалась она германской империей, которую управлял император, и который являлся, в общем, ближайшим родственником наших русских царей. И в результате вот этой вот политики, в результате внешнеполитического курса вот этого Александра Третьего начали уже складываться те союзы, которые будут впоследствии друг другу противостоять уже в Первой мировой войне. Раз не получал с союзом с Германией раз за разом, с Австро-Венгрией, то есть это были ненадежные союзники, и Александр Третий это прекрасно понимал, сколько раз они уже нарушали все эти договора, сколько можно с ними было договариваться. Мы пошли на союз с Францией, вот произошло такое серьезное сближение в царствовании Александра Третьего. Какие здесь были у нас противоречия? Ну, внешнеполитический курс, некоторым образом он совпадал, все-таки интересы Франции и интересы России. Они совпадали. Было только такое, некоторый минус в этом всем был, то, что Франция являлась носителем революционных идей. И активно это государство поддерживало, будем говорить так, те революционные движения, которые тогда во второй половине 19-го столетия зародились в России. А Франция активно это поддерживала. А Александр Третий после известных событий, конечно, относился к этому очень и очень отрицательно. Но надо отдать должное русскому царю, что он смог это преодолеть, по большому счету, и стали налаживать достаточно тесные контакты. То есть мы получили от Франции огромный заем денежный, в котором Россия нуждалась. Были много торговых, экономических соглашений, вопреки тем, что не могли договориться с Германией. Несмотря, вот я хочу подчеркнуть на то, что Александр Третий и Вильгельм Первый, император германский, были родственниками, но общего языка не могли. Это даже вылилось в некую таможенную войну, тогда в царство Александра Третьего, когда мы там все торговые соглашения и торговые отношения прекратили с Объединенной Германией. Вот даже на таком уровне. Естественно, на фоне вот этих событий мы быстро сблизились с Францией, которая была противником Германии. Напомню, франко-прусская война в начале 70-х годов, в 19 веке Франция проиграла. И значительные области, промышленные районы, добывающие районы были отторгнуты Германией от Франции. Соответственно, ну а не раз хотела Франция в эти годы взять реванш, но такой войны не было. И даже подчеркну такой момент, насколько миролюбивым был человеком Александр Третий, за что и получил приставку «миротворец». Это тоже такой серьезный факт, могу подчеркнуть, что новая война затевалась во время нашего сближения дипломатического с Францией. Франции вот-вот должен был объявить войну германский император, и Александр Третий приложил все усилия, напрямую поговорил с ним. И, в общем, этой войне не суждено было быть все-таки вот. Ну, вот эта вот острота отношений дипломатическим путем, они были разрешены, а не военным конфликтам. Это тоже надо отдать должное, а мы продолжили вот это вот сотрудничество с Францией. И вот уже тогда мы заключили договор о военной помощи. Вот в результате вот этих вот событий внешнеполитических, угрозы Германии и Франции, мы заключили с Францией военный договор, что в случае войны, в случае угрозы мы будем на стороне Франции. И готовы были реально военной силой помочь этой стране отстоять свою независимость, интересы. Вот этот договор был заключен с Францией в эпоху Александра Третьего. А Германия, наоборот, она сблизилась с Австро-Венгрией, Италией, из чего впоследствии вот и возник тот тройственный союз, который противостоял Антанте во время Первой мировой войны. Это вот сложилось в эпоху Александра Третьего. И, наверное, самое-самое такое главное, это то, что вот за время своего царствования, при жизни Александр Третий получил вот эту вот приставку «миротворец». Это действительно соответствует абсолютной истине, что Россия в его десятилетия не вела ни одной войны. Она получила мирную передышку. Не все, конечно, складывалось так, как было бы, возможно было бы так. Но, тем не менее, тем не менее, тот курс, который проводил как внешнеполитический, так и внутриполитический, этот государь Александр Третий, все-таки он был достаточно здравым. Достаточно, пусть вот со всей своей прямотой, со всей своей открытостью этот государь демонстрировал все то, что и делал, то, что несло благо для нашей страны. Может быть, не все у него получилось. Но, так или иначе, история распорядилась, что государь этот умирает совсем, в принципе, молодым еще человеком, умирает в 49 лет. Мог бы, собственно говоря, еще долго управлять Российской империей из-за болезни почек, несмотря на такой вот, я еще раз говорю, внушительный внешний вид, болезнь в последние годы его сильно подкосила. И в 1893 году он умирает, и уже на престол в 1894 году вступает последний российский император Николай Александрович Романов, он же Николай II. Вот такая вот вторая половина 19-го столетия с таким внешнеполитическим курсом, с такими событиями, вот так складывалось в Российской империи положение дел. Спасибо, Игорь. Хорошо, давайте тогда на этом закончим. Оставайтесь с нами, в следующий раз мы с вами поговорим уже об окончании романовской России. Продолжение следует...